В Белгороде осваивают производство обоев европейского качества. Оно позволит значительно увеличить долю отечественной продукции на строительном рынке. В цехах первой очереди, запущенных еще в начале лета, успешно прошли все пусконаладочные работы. Предприятие уже выпустило более полутора миллионов рулонов обоев. Такое же количество планируется выпускать ежемесячно с выходом на проектную мощность. С перспективами нового производства сегодня познакомился губернатор Евгений Савченко в ходе своей рабочей поездки по областному центру. О белгородских проектах импортозамещения в сфере бумажной промышленности репортаж Натальи Войтенко. Год назад это был заброшенный участок с полуразрушенными заводскими корпусами. Сегодня в этом цеху на окраине Белгорода кипит работа. Здесь уже трудятся около 130 человек, а будет вдвое больше. В сутки предприятие выпускает до 24 тысяч рулонов обоев на бумаге и флизелине со вспененным винилом и горячим тиснением. Уже освоено около 400 разновидностей. С выходом на проектную мощность ассортимент вырастет до 700. На сегодняшний день построена первая очередь, получена вся разочетная документация. Комплекс введен в эксплуатацию, соответственно, запущены две линии обойного производства, немецкая и голландская. Производственный цех оснащен по последнему слову техники. Качество каждого рулона под чутким контролем. Контролирую технологический процесс. Абсолютно все. Что, у вас здесь какой-то сбой, у вас здесь сразу все будет? Конечно. Ошибка вся будет после чего. Главный принцип программы импортозамещения – обеспечить качество наголову выше зарубежного, а цену – напротив, ниже. Бюджет проекта более 2,5 миллиардов рублей. К концу 2018 года на площади в 50 тысяч квадратных метров будет построен целый производственный комплекс, куда войдет и собственная линия по изготовлению основы для обоев, которая пока закупается за границей. На конечном этапе мы планируем получить производство из четырех линий. Производство пластизоля – это основа для обоев основная, так как мы активно участвуем в программе импортозамещения. Планируем это все. Запуск на 2018 год, осень, примерно так. А это еще одно предприятие бумажной промышленности – семейный бизнес супругов Ковальчук. Их фабрика диаграммных бумаг вот уже 10 лет выпускает ленты, диски, бланки для регистрирующих приборов метеостанций, железнодорожного транспорта, для медицинской аппаратуры и даже подводных лодок. Сегодня предприятие – один из основных производителей диаграммных бумаг в России. Когда мы в 2009 году начали выпуск медицинской ленты и начали продавать в Белгородскую область лечебным учреждениям, стоимость этой бумаги для лечебных учреждений в четыре раза уменьшилась. Вот и импортозамещение. Сейчас на фабрике идет масштабное строительство. Возводится склад для готовой продукции и сырья. Параллельно предприниматели Ковальчук занимаются еще одним инвестпроектом. По их спецзаказу уже разрабатывается технология для производства собственной термоленты, чтобы не закупать импортное сырье. Нам нужно сырье. Надо сырье. Нашим должно быть, российским. А его нет? Пока нет, но оно должно быть. И вы хотите освоить царь? Конечно, да. Чтобы быть абсолютно независимым, да? Конечно. Наталья Войтенко, Эдуард Горелов. Новости мира Белогорья.